От 300 до 500 миллиардов долларов, по разным оценкам, столько составляют замороженные активы Центробанка Федерации, российских компаний и олигархов. С первых месяцев полномасштабного вторжения Украина и её международные партнёры работают над созданием механизма передачи этих денег на восстановление разрушенных российской армией мирных украинских городов. Единственный вариант, благодаря которому можно объединить и, скажем так, в единой модели рассматривать конфискацию этих активов, это если будет подписано международное соглашение. Аналог Парижское соглашение о репарациях 1949 года, если не ошибаюсь, там, которое стало единым международным договором, который урегулировал вопросы относительно репарации после Второй мировой войны. Такой же механизм можно сейчас применить и в отношении России. И вот такое подобное соглашение, оно бы объединило и решило бы эту проблему комплексно. Другой путь более сложный – передача активов Центробанка и частных лиц, попавших под санкции отдельно. Для передачи первых необходимо внесение изменений в законодательство стран, которые согласились заморозить активы. Шаг навстречу такому решению сделала Канада. В конце июня там вступили в силу поправки в закон о специальных экономических мерах, которые предусматривают возможность конфискации попавших под санкции российских активов и использования их для помощи Украине. Сегодня Британия рассматривает вопрос внесения подобных изменений в собственное законодательство. А вот чтобы передать Украине замороженные активы частных лиц, как уверяют эксперты, судам придется рассматривать каждый кейс отдельно. Здесь много кто прикрывается вопросом собственности, права собственности и так далее. Это важный принцип любого демократического государства. Здесь важен прецедент. Когда страны принимают это решение, они создают прецедент, который уже будут смотреть другие страны и уже пытаться его имплементировать. И важно с точки зрения как раз того, что Россия будет понимать, чем дольше будет продолжаться агрессия, тем больше тех активов, которые у нее заморожены, тем больше, то есть вся вероятность, тем больше их количества, оно будет передаваться Украине. При этом помешать передаче замороженных активов Россия не может, уверяют эксперты. Все зависит от политической воли стран-союзников Украины, которые публично не раз высказывались в поддержку Киева. Отозвать посла, но и так присутствие российских дипломатов в мире катастрофически сократилось. Пугать кого-то оружием вторжения, очевидно, что Российская Федерация не в том положении. Поэтому здесь особо России нечем крыть. Здесь нужна действительно политическая воля и проработанность инструментарием. Первые шаги для создания механизма передачи активов Украина уже сделала. В ООН была представлена и проголосована модель соглашения. В ноябре прошлого года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, подготовленная Украиной и по настоянию Украины, которая предусматривала необходимость ответственности, привлечения России к ответственности. И главный акцент этой резолюции фактически сводился к двум моментам. Первое, что Россия должна быть привлечена к ответственности. Второе, что Россия должна возместить ущерб, который она, скажем так, причинила Украине. Но главное это то, что в практической плоскости эта резолюция призвала создать реестр ущерба, который причинен Украине. Кроме того, вопрос передачи замороженных средств Федерации Украине может быть одним из условий при создании специального международного трибунала по преступлению агрессии. Киев настаивает на необходимости привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России.